Специальный памятный знак по случаю юбилея. Обычно студенты используют учебный раствор, больше песка, меньше цемента. Эта конструкция должна простоять не менее 100 лет, согласно строительным нормам. Алексей Гераськин учится на третьем курсе по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В этом году занял второе место на региональных соревнованиях молодых профессионалов. Надеется в следующем году войти в сборную Краснодарского края. Изначально хотел стать строителем. В крае не так уж много техникумов, которые могут дать такую профессию. Интересно учиться, тут очень много всяких практик, много нового оборудования, внедряются новые технологии. Это все очень интересно, даже просто, ну, знающим людям прийти сюда и посмотреть, это классно. Анапскому сельскохозяйственному техникуму 120 лет. Летом 1898 года императорским указом учреждено Варваренское училище плодоводства и виноградарства. И сегодня это одна из основных специализаций. Так определяется кислотность материала. Похожим образом измеряют объем сахара и другие параметры. Такие специалисты сегодня востребованы и в Анапе, где закладываются новые виноградники. А это площадка, где повышают свое мастерство начинающие ландшафтные дизайнеры. Доскопалубная, уже привычная плитка. А так мастят дорогу из булыжника. Клумбы для цветов из самых разных материалов. Актуально, учитывая масштабную работу по изменению облика курорта, которая только началась. Сегодня и город, да и, я думаю, и весь Краснодарский край нуждаются сегодня в этих специальностях, которые сегодня получают в этом учебном заведении. Я хочу поздравить всех от имени главы муниципального образования с этим замечательным юбилеем. Я думаю, что есть здесь все для того, чтобы получать хорошие специалисты, в том числе и учебная база. Сегодня в техникуме открыта подготовка по 10 специальностям. В планах начать обучение декораторов и строительных мастеров широкого профиля, расширять программу переподготовки и повышения квалификаций. Ориентировались на спрос, возникший сейчас в экономике. Это то же самое, ну может быть, набившее скомину импортозамещение, а его нужно выполнять. Именно выполнять рабочими профессиями и специальностями, которые сейчас очень востребованы. Как агроном, как садовод, овощевод, закрытый грунт. Во дворе пара теплиц. Тема этой практической работы – борьба с белокрылкой, которая питается соками листьев тепличных растений. Тут тепличка была, теплица. Двухэтажное здание вот это здесь было. Алексей Рудько – агроном почти с полувековым стажем. Выпускник до 1960 года. Здесь он познакомился с будущей женой, а профессию долго не выбирал. Отец работал механизатором. Посмотрели кино «Кубанские казаки» и когда увидели там эти фрукты все, поехали на Кубань. А в Староминской случайно встретился с героем соцсуда Мастренко Алексей Исаевич. Он был директором Староминского зерносовхоза. И он ему сразу – вот тебе в бараке там дали комнату, вот тебе комбайн, трактор. Выпускники разных лет, студенты и преподаватели принимают поздравления. Подарок от Краевого Министерства образования и молодежной политики. Картина называется «Домик в горах». Она про мечту, общую для всех. «Через реченья куб восток, из березовых досок, серебристая водится, серебристый голосок. Мой выкрыли в голове, а земляничные поля, да чего же ты красива, моя русская земля». Александр Ребекко, Роман Беркалеев, Анапа. Регион.